Я рекомендую, потому что, конечно, можно по-разному смотреть, обыватель может сидеть на кухне или там где-то на диване, сидеть, смотреть в потолок и думать, ё-моё, я хочу тут, скажем так, вернуть, сегодня, кстати, вопросы покажут это, я хочу уже себе отдать эти акции там или продать эти акции, заработать и смотреть, что там дальше. Но, дорогие друзья, рубите свои или не вы, а тем людям, я рекомендую, кто так старается, причины разные бывают, я понимаю, я рекомендую понять то, в чём мы участвуем или во что мы вошли, не вляпались, а во что вошли, понимаете, к чему мы причастны. И потом внуки, правнуки или дети могут сказать, что смотри, вот мои родители, мои родители поверили, вошли, поддержали и смотри, что мы сейчас имеем. Ведь действительно, Юницкий, он вообще глобального мышления человек, он очень системного мышления, функционально понимает связи многих-многих элементов. Как говорится, дай Бог ему здоровья, но это видео, которое здесь дано, я рекомендую его посмотреть, мы не стали его весь показывать, ну, видите, времени нету, здесь показывают, каждый может его сам найти, кстати. Вот, и посмотреть его до конца, это полезно посмотреть, это показывалось оно, его как бы природа с второй или с третьей, с третьей уже, с третьей конференции по общепланетарному транспорту, ну, или по своению околоземного космического пространства, это по общепланетарному транспортному средству. И то, что в конце Олег показал, это как бы ресурс, который в космосе болтается, мягко выражаясь, да, а с того момента, где прекратился видео, закончилось, скажем так, показ или констатация тех плюсов, которые дает реализация нашего проекта, вот, в промежутке начинается описание, вот я здесь просто один слайд или один фрагмент показываю, что, видите, земной шар, наша планета, матушка Земля, здесь видно пояс 40 тысяч километров вокруг Земли, где предполагается зона прохождения этого так называемого транспортного кольца, его строительства, это считается так называемым поясом, срединным поясом будущей транснет-сети всего земного шара, но в первую очередь будет развиваться именно этот пояс, это более 100 миллионов человек, как там показывается, вот посмотрите сами, я не буду констатировать, пересказывать это, но, чтобы понять, где мы находимся и куда мы идем, сегодня 2021 год, и, как я уже сказал, наступает уже по восточному календарю, то есть по всем параметрам, мы прошли портал этого года или проходим его, так, поэтому, а это предполагается 2000, то есть активация или ориентировка или ориентировочная активация и функционирование вот этого всего комплекса около общепланетарного или околоземного транспортного средства с 2040-45 год, то есть через 20 лет, время пройдет быстро, только что мы начинали проект, был 2014 год, сегодня уже 2021 год, седьмой год идет, вот, так что время идет быстро, и поэтому мы не заметим, как, но важно то, дорогие, вот как я, я говорю со своей позицией, для меня, я надеюсь, что для большинства из нас очень важно понять, Олег выставит в чате, где-то найти этот фильм, значит, очень важно понять то, чтобы не зная ориентира, то есть просто так болтаться и куда-то идти, реализация проекта, ну да, ну можно реализовать проект, ничего тут греха таить, многие из нас и мне закрадывались разные мысли, начиная проект, не только этот, думали, да, ну да, заработаем, а там видно будет, нет, дорогие друзья, здесь заработаем само собой, но вопрос в другом, ради чего мы это делаем, вот сейчас я буду говорить о том, куда вообще идет мировая система, одно дело это техногенное развитие, другое дело сейчас начинается, оно уже грядет, оно уже полностью, скажем так, осуществляется сценарий развития, развития и изменения мира, изменения базы, ведь то, чтобы сделать вот этот сорока тысячный транспортный пояс, это не так просто, как кто-то взял, щелкнул или кто-то положил деньги на стол, сегодня эти деньги, как Веницкий правильно говорит, можно положить в принципе на стол, кто-то скажет, теперь это мое будет, нет, это общепланетарное достояние, и там должны работать, то есть это значит, за предстоящие 20 лет в принципе должны произойти грандиознейшие изменения, и только тогда есть у нас шанс, что мы передадим будущим поколениям, перед следующим поколением передадим, скажем так, действующее сообщество мировое, действующее сообщество, самодостаточное, стремящееся к самодостаточному. Ресурсов сегодня на Земле хватает, но вся беда в том, что сама матушка Земля уже под гнётом. Итак, дорогие друзья, следующее, значит, вопросы. Сначала идут вопросы, которые не были, три-четыре вопроса, которые были мне в частном порядке представлены, и я дал здесь фрагменты ответов на эти вопросы. Человек, англоговорящий человек, прислал, насколько велик проект сегодня, его интересовало, он очень просто говорил, в километрах, ну вот проект, вы говорите о проекте, а что сегодня в километрах у нас есть? И вот я начал смотреть, значит, что, и поэтому прошу принять это не как какое-то официальное заявление, вот это моя экспертная оценка, моя экспертная оценка. То есть я порылся где-то, посмотрел, посмотрел, прикинул, с чем я, мы с коллегами связаны. И вот здесь, значит, зная положение стадии адресных проектов сегодня. Уже можно говорить о протяжённости транспортных маршрутов в пределах 850 километров. То есть это, скажем так, на разных фазах, вот, и надо быть послезавтра, через месяц послезавтра, через несколько месяцев послезавтра начинать. Сегодня уже строится, значит, в Марьиной горке строится, в Объединённых Арабских Эмиратах строится, строится, реально строится, готовится строительство в многих местах 850 километров. Кроме того, рассматривая, рассматривается подготовкой про проектирование, проектированию, к проектированию 20 километровой трассы и 890 километров. То есть почти 2000 сегодня, можно сказать, что это вот всё, мы работаем реально с 2000 километров. И это уже немало, дорогие друзья, это серьёзные цифры. Они даже превышают в бизнес-плане предусмотренное. Правда, по годам мы отстаём, отстаём по годам. Не будем сегодня рассматривать, Анатолий Гарлич на экофесте говорил, насколько мы примерно отстаём по разным причинам. Это не тема сегодняшнего разговора. То есть, понимаете, да? Это так для понимания ощущения ситуации, где мы находимся. Расположение проектов. То, что я могу сказать, и я здесь отмечаю проекты, именно то, что я знаю, это то, о чём я в той или иной степени знаю, и как-то с чем-то или связан, или не связан, а просто как бы имею какой-то определённый контакт информационный. Это Объединённые Арабские Эмираты, это мы все имеем. Эстония, Вьетнаме, Финляндии, Российской Федерации, Словакии, Кении, Нигерии. Есть ещё кое-что, но там так. Есть, нет, это ещё не серьёзно. А здесь очень, если мы обратились бы, нам никто не скажет. Это более-менее. Есть ещё другие территории, о которых я сегодня не буду говорить. Та же Индия, кстати. Это то, о чём я в той или иной степени знаю. Всё. Четвёртый вопрос. Ориентировочная стоимость. Я там немножко больше писал, здесь не буду сейчас комментировать. Ориентировочная стоимость в целом по 100. Кто-то у меня перекрутил. Не надо мне перекручивать. Ближайшая ориентировочная стоимость в целом по проектам. Ну вот, я могу сказать, что ближайшие 2-3 года, начиная с нынешнего года, планируется поэтапное решение объёма реализации. Ну, это такой общий разговор. Важно понимать, что в этот период планируется освоить объём работ в диапазоне 950 или 1100 миллионов. Это где-то до миллиарда 1,1 саморегулирующих комнат. Я вот у вас сделал так. Нет, Олег, не каждый может регулировать. Вы можете регулировать. Мы вдвоём. Не каждый. Мы двое администраторы в комнате. Вот. Поэтому, значит, в диапазоне... В таком диапазоне более серьёзные цифры – это капитальные затраты или капитальные расходы, которые можно оценить. Но я думаю, что значительно больше мы в ближайшее время услышим эти цифры официально. Это моя экспертная оценка, что если бы так вот прикинул, кто-нибудь сказал, я говорю, так, палец под потолок примерно столько. Но не совсем палец. У вас так же... Да, у меня тоже на скрине та же самая свиста-фляска. Значит, я имею в виду, я с Олегом вижу, что он мне спрашивает, я ему отвечаю, прошу прощения. Значит, следующее, друзья. Теперь пошли вопросы. Заключая договор конвертируемого займа, я зачитаю весь вопрос, он длинный, и вопросы идут здесь дальше, я должен понимать. При желании подписывают требования, по которому сразу получают доли компании в собственности, становятся совладельцем технологий «Скавей». Ну, акции, да, естественно, после на совладельца. Если он не подписывает требования, то представляет свои средства на условиях займа, они остаются как бы на условиях займа, правильно, он может получить их обратно в срок до трех лет, срок, да, до трех лет, он может и позже получить, но это минимально три года. С прибылью до четырех процентов, ну, я здесь прокомментировал, в случае, если такая прибыль, какова будет получена в этот период и так далее, там написано. В связи с этим человек задает, Надя, задает вопрос. Инвесторы считаются, что заключили, ну, это непонятно, я понял так, что заключили договор, да, инвестором считается тот, кто заключил договор конвертируемого займа, ну, он как бы называется инвестором. До какого-то момента он является, до того момента, пока он юридически не подписал или не воспользовался требованием получения залога в свое, как бы, распоряжение, он является, как бы, кредитором. С того момента он становится инвестором. Я где-то на одном из вебинаров это показывал на схеме. Вот, требования, по которым, второй вопрос, под вопрос, требования, по которым инвестор сразу получает доли компаний, собственность и становится совладельцем технологий, надо оформлять лично. Да, это не требования, а там есть выбор у вас, когда завершается, если человек инвестирует с рассрочкой, то после того, когда вся сумма, договоренная сумма кредита, как бы, внесена, вот, то кредитору дается вопрос, желаешь ли воспользоваться? Ты понимаешь, с чем это связано? Да, понимаю. Ставится соответствующее там движение, и получается следующий вход, что становится, значит, он владельцем. Да, лично оформляется абсолютно, не автоматически. Третье, инвестор, в случае подписания такого требования, подписание такого требования будет получать дивиденды, часть от прибыли. Да, конечно, человек становится инвестором, он становится не столько даже уже, сколько инвестором, сколько акционером. В принципе, хотя они называются пока доли, но считается, что это акции, которые находятся в реестре компании, и он, да, естественно, он получает, он получает это право. При распределении дивидендов он будет их получать. Можно оформить требования спустя годы? Можно. Есть такая возможность, и даже не ранее трех лет, но можно оформить. Я имею в виду, в течение любого времени можно это оформить. Есть сейчас, кстати, я уже говорил, что есть люди, которые забыли сделать уже где-то пять лет назад, вдруг сейчас очухались, что я это еще не сделал. Сейчас оформили, и все в порядке. Шестой вопрос. Жанна, хочу забрать вложенные деньги. Как это сделать? Уважаемая Жанна, деньги не вложены, вы прокредитовали. Если вы стали уже как бы в статус инвестор-акционера, то, извиняйте, значит, до момента пока, скажем так, ликвидность этих акций или долей, которые вы получили в залог, они, этот момент, до этого момента вы никаких, и любой из нас не может получить никаких, скажем, денег. Если, кроме там, ну, я не знаю, там может быть, может быть, быть дивиденды, вот, до того момента пока не выйдут на биржу и не станут в открытом доступе. Вот, если же вы, если же вы не сделали и не стали, а остаетесь кредитора, то делается на основании заявления, что прошел срок, если уже прошел у вас срок, Жанна, три года, то вы можете сделать заявку, вот, и поскольку, значит, предположим, предположим, что вы это сделали в 2016 году, в 16-17 году, в 18-19-20 год, так, вот, и, скажем так, компания не занимается хозяйственной деятельностью, это Евразия Нарелска Весистемс Холдинг, так, вы подали, то деньги вы можете получить обратно, но прибыли, как таковой, у этой компании пока нет, потому что она просто держит акции, понятно, да? И у владельца, владелец Global Transport Investment тоже ей не выплачивал дивиденды, потому что прибыль вся направляется в процесс сам. Прибыль от деятельности есть, но она, скажем так, незначительная. Людмила, когда конкретно ожидать обратный выкуп доли и какова цена будет на одну долю? Ну, я так понимаю, что человека интересует, значит, тут по-разному можно относиться, что его интересует, что или же обратный выкуп, это, скажем так, опять-таки, что вдруг кто-то обратно выкупит. Нет, дорогие друзья, была возможность частичная для 75+, это не бизнес компании, что вот, слушайте, сегодня вы вложили, мы тут наварились, завтра или через 5 лет завтра мы выкупим обратно у вас акции. Может быть, какая-то ситуация, кто-то скажет, что, слушайте, я у вас готов, ну, например, там, я не знаю, какую-то очень большую сумму денег, очень большую сумму акций выкупить. Ну, кто-то вот постучался и готов это сделать, и для компании, для GTI это очень выгодно сделать. Это не нарушит паритета владения долей. Вы понимаете, о чем я говорю? 50 плюс 1 акция, 50% плюс 1 акция, да? Вот, и о деньгах можно объявить, так, товарищи, есть возможность обратного выкупа и продать их значительно выгоднее тому, кто хочет их купить. Такой бизнес иногда практикуется, но это не значит, что мы это будем делать, я просто как пример вам привожу. Поэтому на какой стадии находится документ для выхода на IPO и ISO и STO? Я думаю, что, скорее всего, человек думал про STO. IPO – это инициация приватных, скажем, предложения акций на рынке. Когда? На какой стадии находятся документы? Тут вопрос не в документах. Я сегодня искал слайд, когда я показывал, что нужно сделать для того, чтобы уже года три назад, но у меня в архиве так и не досталось сегодня, у меня к архиву доступа не был, не получил я. Так, все, на ближайших вебинарах я покажу. Вот, значит, что не в документах дело. Документы – это сопровождение, а важнее ситуация, состояние компании и проекта. Понимаете, да? Вот, поэтому, что сейчас компания делает? Ну, так можно, я уже говорил на одном из вебинаров, что компания занимается, это в первую очередь готовится маркетинговое, или, скажем так, рыночное поле выхода туда. Что мы сделали? Вот, как я понимаю, сделана в течение прошлого года чистка, очищение. Понимаете, мы встряхивали налет, и сейчас еще занимаемся этим, налет всего того, что как бы прилипло за эти годы в интернете, в различных массовой информации, других источниках, всего там есть. Понимаете? Мы провели ребрендинг, очистились из нашего числа платформ, вышли ли, или их вышли, значит, уже наши партнеры, с которыми мы начинали, понимаете? Которых шатало влево-право, и они там куда-то рванули, значит, и так далее, сомнительными или несомнительными делами. Оторвались от проекта, правильно сказать так. Поэтому сегодня это, скажем, этот процесс идет, это и есть подготовка. Готовится целый ряд, потому что аудиты, сертификаты, всякие прочие документы, это и есть документы, но кроме того, для нас, скажем так, вот для меня, по крайней мере, рекомендую вам это понимать, индикатором, что таким, знаете, вот звонок, первый звонок прозвенит, когда компания, головная компания, Global Transport Investment, объявит, что, скажем, заключено соглашение с компанией, которая имеет лицензию на составление подготовку, подготовку, значит, там он как-то называется, я сейчас не помню термин, клиентам, назовем его просто так, клиента для выхода на биржу. То есть это, и тогда эта компания начинает делать due diligence, то есть так называемое подробное исследование и описание того, что туда будет выходить и состояние всего этого, чтобы те, кто в первую очередь, первые шесть месяцев будут активно или неактивно покупать, продавать акции, пока, а мы пока будем стоять ждать, 180 дней, да, вот, то для них, ну, показать товар наилучшим лицом, понятно, поэтому это очень важно. С СТО ждите, в ближайшее время будем услышать об этом. СТО кончается, или касается, извиняюсь, дорогие друзья, СТО касается токенов и security токенов, которые тоже в ближайшее время как бы выйдут, это отдельная история. И важно о том, что о выкупе я сказал, или о возможности продать, ну, вот она будет только тогда, когда мы выйдем на IPO, или вдруг будет вот этот случай, который я описал. Цена акций, цена акций, она рыночная с того момента, но на IPO она выходит по номинальной стоимости, один доллар, одна акция. Как рынок в течение шести месяцев будет реагировать, то мы сможем продавать уже по рыночной стоимости. Она может быть больше доллара, может быть какое-то время меньше. Поэтому каждый сможет сам смотреть. Потому что смотрите, что мы сейчас имеем, или где мы сейчас находимся. Вот я тут показывал один пример, например, и предлагаю сейчас вам тоже взвесить. На пятом этапе, я помню, это конец 2015 года, или начале, да, 2015 год, декабрь месяц, я приобрел 1200 акций за 2000 долларов. Пятый этап. Такой дисконт. Чтобы на 14 этапе мне приобрести 1200 акций, или миллион, да, миллион 200 акций, 200 тысяч акций, извиняюсь, извиняюсь, миллион 200 тысяч акций, мне нужно затратить 30, почти 30 тысяч. Понимаете? Это не так просто. То есть 30, 30, 15 раз разница. Вот. И здесь так называемая номинальная стоимость. Но здесь, скажем так, если мы посмотрим, здесь так называемая себестоимость на пятом этапе, себестоимость была 0,0024. Средняя. Это средняя, да? Вот. Сегодня это средняя, это 0,036. Вот, скажем, какая сейчас себестоимость. А так и у нее номинальная стоимость 1 доллар. Вот видите, какой большой, большой, скажем, коридор или большой зазор выгодности, скажем, даже если она будет там меньше 1 доллара, то и то уже выгодно кому-то, кого приспичило при выходе на IPO, ну, да, какую-то часть постараться реализовать акции. Так, Валерия. Как оформить доли акций, скорее, по наследству? К нотариусу и по наследству оформить. Вот и все. Значит, там задается дальше вопрос. Сейчас покажу. Я еще хочу сказать следующее, я, может быть, слишком резко сказал. Как оформить доли акций с COVID-19? Просто надо идти, значит, к нотариусу, оформить наследование, заявление о наследстве. Если человек, который наследует, он жив, дай бог ему здоровья. Ну, а если такого нет, то дальше идут действия. Я уже заранее скажу вам, что подготовлена инструкция действия, причем рассматриваются варианты А, на случай, если инвестор или партнер при жизни оформляет нотариальное завещание. Я надеюсь, что здесь идет как раз вопрос задан. Поэтому, по этой, ну, как бы, в такой ситуации есть вариант Б, на случай, если наследуется имущество инвестора и завещание при его жизни не было составлено и не заверено нотариально. Эта инструкция будет, она сейчас доводится еще юристами до ума, она будет в личном кабинете выставлена. Там три страницы письменного текста примерно. Вариант В, на случай, если наследуется имущество партнера. Самое большое описание вот в варианте Б, там много разных действий. И вариант В, это когда партнера, то там входит почти все по варианту Б, и плюс там есть нюансы, связанные с наследованием, значит, кабинета, личного кабинета партнера. Там есть разные нюансы. Я сегодня об этом не буду вам говорить. Вот, теперь следующий вопрос, мои комментарии. Александр, в 15 этапе уразите указано, что на 15 этапе должен быть создан высокоскоростной комплекс, ну, сдан, скажем так, и стоимость его около 100 миллионов долларов. Называют и 150, и более, я называл и 110, и 150, и 200, и так далее. Идем дальше. 14-15 этапе это 50 миллионов долларов. Как это совместить? Открываем опять таблицу. С 9 этапа, дорогие друзья, да? С 9 этапа. С 9 этапа, видите, 9 этап, начиная, по финансированию, по схеме, по модели сфинансирования предполагалось объем инвестиций 25 миллионов, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 и 15 этап, еще раз 25. Его здесь просто нету, да? Вот, это значит 7, 7 раз по 25. Это приличная сумма, и в нее ходит. Но вы скажете, ну, мы же не только, да, дело в том, что, опять-таки, если посмотреть бизнес-план и, скажем, график реализации, то примерно можно понять, что где-то уже начиная с 9 этапа начаты были работы по планированию там транспортных средств, высокоскоростных исследований и так далее, которые понадобятся. Но основной расход более 50%, более 50% это транспортная структура или, скажем так, опоры, прокладка и так далее. Теперь посмотрим, мы имеем дело, ну, с задекларированными 22, потом выяснилось, что надо чуть больше, 25-26 километров. Если это мы умножим на определенную сумму, то это получается где-то чуть меньше 100 миллионов или около 100 миллионов. В остальные работы плюс еще. Поэтому по расценкам было сделано, по расценкам действующих в Беларуси, и поэтому это так. Но если мы смотрим, если мы смотрим, значит, ответ на этот вопрос, то отсюда, я думаю, человек поймет откуда. Значит, это не значит, что 14-15 этап это и есть, когда мы должны сделать высокоскоростную. Нет, она начиналась уже на 9-м, на 10-м этапе, там расписаны работы, которые должны быть сделаны, целый ряд исследований проведены и так далее. Это не так просто. Поэтому, в принципе, это раскладывается на все этапы. И сейчас необходима сумма. Плюс еще кроме того, что все эти 7 этапов, 9-й, 10-й и так далее, нет до финансирования. То есть, там не 7 раз по 25, это 140-175 миллионов, примерно половина за этот период, только если не меньше получено, понимаете? Поэтому нужно такую сумму, понимаете? Это не стоимость, а необходимая сумма, примерно 100 миллионов, 150 миллионов, чтобы, если 150, если в другом месте, потому что Объединенный Арабский Эмират – это совсем другая среда, где строить. И там даже технология в чем-то отличается, если не сказать сильно, от того, что предполагается делать в Белоруссии, в Мариной Горке. И там работы, подготовильные документы подведутся. Я, правда, не знаю, в какой они стадии, но, надеюсь, в ближайшее время узнаем, потому что об этом тоже надо очень осторожно говорить пока. Вот, в Объединенных Арабских Эмиратах работы ведутся, и есть еще два места, куда примеряется это проведение этих работ. Там уже речь идет о расходах значительно больших. Я одно из этих мест знаю. Там идет больше, потому что там трасса более 25 километров значительно. Не имеет смысла обрубок делать, вот, на, скажем, коридоре, который уже там имеется. Он коридор 40 километров, и его весь надо будет освоить. Там есть свои стратегические преимущества, если это так сделать. То есть, поэтому так однозначно здесь нельзя говорить. Десятый вопрос. Так, что у нас там есть? Вопросов пока нет. Значит, Лилия Игнатович, вопрос на тему дарения и наследования еще раз задается, да? Долей не раз сдавался, правильно, но, как всегда, каждый интерпретит, и так далее. Ну, частично, Лилия, я вам ответил, да? Будет документ в личном кабинете. Возможно ли передача долей в виде дарственной или другой, при жизни не родственникам? Нет, я уже говорил об этом, дарение – это есть уже определенная первая фаза отчуждения. Я подарил, вы должны воспользоваться, то есть, имеете право им воспользоваться, а как воспользоваться? То есть, вступить в права собственника. А это сейчас никак не сделать, потому что отчуждения нет. Так записано в документах, посмотрите внимательно все документы, которые есть у нас, и меморандум, главный меморандум, надо посмотреть, так? Вот, тем более, что это не родственники. Значит, можно ли сейчас оформить на доли дарственных на детей? На доли дарственных на детей. В принципе, дарить детям можно, но с перспективой на то, что вступает в силу А, после того, когда, значит, вступает наследование. Но здесь второй вопрос, он, третий вопрос, показывает, что лучше это сделать сейчас и почему, если это лучше сейчас, да? Но я говорю второй, смотрите, так и для детей. В плане налога лучше дарственное или завещание? Лучше делать завещание. Значит, я тут просто вот по эстонскому законодательству, госпошлина сумма наследования имущества 0,3%, да? Или 0,6%. Родственники, дети, родственники первой линии – это 0,3%. Далее, так называемые, значит, наследники других и, значит, дальних, можно квалифицировать по-разному, они могут перейти очень легко в 0,6%. Вот, считайте, что, значит, сколько это, да, суммы не очень большие, это госпошлина такова. И плюс нотариальные расходы, я какое-то время назад считал, я сейчас точно не помню, но где-то 160 евро, два документа надо оформлять у нотариуса, это нотариальные издержки, независимо там от суммы, от суммы сделки. Причем наследование лучше делать, заявление о наследовании делать при жизни, вот, чтобы потом было бы все проще, понятно, у нотариуса. Хотя нет никаких сложностей, это и потом разобраться с этим. Так, дорогие друзья, время ответов на вопросы, значит, завершилось, и я перехожу дальше к тому, о чем я хотел бы вам сегодня сказать. Смотрите еще раз, но уже в новом понимании, значит, нашей технологии. Опираясь на то, как позиционируется наш проект, базовая технология, базовая технология Юнический Стринг Технологии, как ее сейчас называют, или инновационная технология, она имеет, значит, какие характерные свойства? Зеленая, минимальный земельный отвод требует, безопасная, причем она по многим параметрам очень существенно безопасна, высокоскоростная, интеллектуальная система управления, имеет она интеллектуальную систему, очень защищенную, то есть интеллидженс, производительность ее очень высокая, она разрешительная способность осуществления, обслуживания пассажиропотоков, грузопотоков, многие предварительные расчеты показывают, она просто вот, ну, колоссальная. Кто-то спросит, а где это так показывает в действительности? Да, будет показывать и в действительности, это так, потому что сертификация подтверждает это. Эпидемиологическая безопасность, видите, тут с маской, это уже появилось в прошлом году в связи с ковидом, потому что все сказали, вот мы недавно было, не буду называть страну, европейская такая серьезная страна, представители оттуда, и когда они задали вопрос и узнали, сколько высокоскоростной транспортным средствам максимально людей, они сказали, так это же меньше, меньше, чем в самолете, намного, скажем, не намного, но меньше, и смотрите, им показали, как они там расположены, да, это очень выгодно и хорошо, то есть это не метро, пардон, это не автобус и так далее, и так далее. Это характерные свойства. Но что еще очень важно, что эта базовая технология, она позволяет интегрировать, она является как бы коммуникатором, для чего, и в какой, ну, в какой плоскости, или в какой сфере, информационные каналы, она является одновременно, транспортная система, она является энергетическим каналами, то есть коммуникатором объединяет, перераспределяет, и так далее, и так далее. И каналы логистики, она коммуникатор, это очень четко можно понимать. Скажем так, ни автобус, ни одно из существующих транспортных средств, ныне, нынешней технологии, применяемых, не обеспечивает этих функций коммуникатора. И следующий срез, или следующая сфера, это, что это базовая технология, о которой мы говорим, она новая, обеспечивает новую логистику городского развития. Абсолютно новая, и об этом мы и однократно говорили. Методика восстановления плодородия почвы и землепользования. Абсолютно новая, тем более, кто слушал сегодня вот эту первую часть, нашего балета, вот, когда видео показывал. Там об этом кое-что показывалось и говорилось, не буду повторяться. Далее. Технологии жилой застройки. Абсолютно новая, интересная. Потому что, например, сегодня обращались с Ленинградской части, там, из Санкт-Петербурга, и говорили, что вот у нас, извиняюсь, у нас проблема, что у нас города-спутники возникли, и все, и мы заглохли, мы задохлись. Совсем другая технология жилой застройки. Она не требуется лезть куда-то вверх сильно, не требуется делать так называемые дома-пароходы, где 9, 20, 29, 39, 40 этажей и длина там полтора километра. Ни машин не надо проговорить. То есть застройку можно совсем иначе, приземленную застройку делать, ее обслуживать, потому что это позволяет нашей технологии жилой застройки другая. Хотя можно и другие здания строить. В зависимости от того, что надземные инновационные логистические решения, естественно, нет перекрестков, нет никаких, скажем так, многих препятствий, позволяет использовать под транспортные трассы в определенных объемах пространства и так далее. И, наконец, концепция, вот эта технология, базовая технология, дает концепцию социальной помощи и защиты. Как мы с вами являемся совладельцами? Мы являемся совладельцами и участниками, партнерами всемирной корпорации. Транспортной корпорации, друзья, это очень сильный зонтик социальной помощи и защиты. Об этом мы еще будем с вами говорить. Поэтому прошу вас очень четко понимать, что базовая технология проекта нашего, инновационная технология, Unisky Stream Technology, или как мы, у нее торговый знак Skyway, вот какие ее характерные свойства, что это коммуникатор, и кроме того, она еще и является как бы связующим, обеспечивающим вот эти факторы все. Следующее. Я хотел остановить ваше внимание на предстоящих или уже идущих похоронах традиционной банковской системы. Это так нам для ощущения, где мы находимся. Не анализируя глубоко, просто отмечу четкие моменты. Это блокчейн-технология применения в макроэкономике и вообще в процедурном отношении. То есть это банки. Кстати, об этом даже говорил, по-моему, Греф в каком-то своем выступлении, что, к сожалению, Сбербанк, Россия, это серьезный банк, он как бы готовится к тому, что он должен очень четко смениться. Или он просто умрет, его похоронят. А это значит, что эта технология позволяет. И еще называется такая вещь, что одноуровневая система взаимоотношения банковских или осуществления так называемых финансовых операций для человека. Открытие счета уже с рождения человека. Им открывается счет, и спокойно можно действовать. Никаких ни карточек, ничего не нужно. Новые платформы кредитования и обслуживания. Они уже действуют, они работают, банки бесятся, вставляют палки в колеса. Вот несколько недель назад в Эстонии мы рассматривали, что такое новая платформа кредитования и обслуживания. Наша система тоже является новой платформой кредитования, друзья. Но мы, к сожалению, постоянно спотыкаемся и бьемся лицом об стенку банковской системы и финансовых регуляторов, которые абсолютно ставят палки куда только могут, в любые колеса, которые у нас есть и которых у нас нет. Поэтому и нам надо подвяться на второй уровень, чтобы они туда не дотянулись. Понимаете? Все. А я сейчас начну туда узаконить. Вот. Что самое интересное? Электронный формат. Это сейчас вот так вот лицом. Ковид развернул лицом всех. А банки не нужны. Я уже вспотел, мне надо было несколько документов. Электронно это не сделать. Я вхожу, значит, мне надо в контору, потому что они там, ну, нет у них еще не отработан порядок, а мне нужно было возвращенный платеж разобраться с ним. Я бился как рыба об лед, чтобы попасть к чиновнику. Пришел туда, а их там три сидит всего. Они говорят, нет, нас всех сократили. Раньше там сидел человек, наверное, 25. Понимаете? Теперь все кабинки закрыты. То есть, что это значит? Огромные здания, конторы, банковские услуги, это все закрывается, перестает быть нужным. И они не нужны больше. Все, их функции выполняет электронные системы взаимоотношений, новые платформы и так далее. Отказ от пастиковых карт. И тут можно еще выстроить целый ряд. Будьте, дорогие друзья, готовы к этому. Но важно то, что наша корпорация все это понимает и за этим следит. Зарождение новой модели хозяйственной мере. Об этом я тоже говорил под разным соусом. Но сегодня я хотел бы сказать вам несколько основных моментов для тех, кто понимает и для тех, кто не понимает. Все равно это важно знать. Важно знать, что ВВП, Gross Domestic Product, макроэкономический показатель, которым пользовались, начиная, по-моему, с 30 какого-то там года, 1937. Опять-таки из США. Он считается такой показатель благополучия. Значит, что, скажем, это валовый внутренний продукт. Вал. Все, что валов навалили, там доходы, государство. Вот, он рассчитывается достаточно, там у него разные технологии, суть, часть не в этом. Он считался важным макроэкономическим показателем. Вот. Для потребления, экспорта и накоплений. Его роль начинает падать. Потому что он не показывал благосостояние как такового народа. То есть, вроде бы, казалось бы, там, скажем так, очень высокий ВВП. А есть люди, которые голодают в государстве. Понимаете? Очень нехилая прослойка. Ну и что? Правда, нельзя... Один из высоких, это, по-моему, в Швейцарии. Почти. Она где-то среди первых. Там мало людей голодает. Но, тем не менее, государство-то небольшое. Большие государства... Китай, например, на очень таком... Он даже не в первой диссертке по ВВП. Понятно, да? Рынок versus плановое регулирование. Рынок, это был вообще царь и бог во всем. Тут я сам помню, как молились при переходе из... Скажем так, на закаде Советского Союза. Это конец 80-х годов. У меня была целая лекция, значит, как рынок нам поможет и так далее, и так далее. Какая-то... Даже у меня, значит, диссертация была, значит, в легкой промышленности использована рыночного механизма регулирования ассортимента продукции. Вот, все правильно. Но уже тогда понималось, и, кстати, из Эстонии выросла в то время так называемая система «Исема до вести», то есть самохозяйствующая Эстония, которая была сделана предложением четырьмя нашими тут тогда еще товарищами, перестройщиками. Вот, хотя базировалась она на диссертации одного хорошего знакомого, значит, который рассматривал свою диссертацию, что может ли, например, территория в Эстонии, одна центральная территория, центральный район один в Эстонии, сам быть самодостаточной экономическом смысле. И если его отделить, как бы он мог бы сам хозяйствовать? Ну, как хуторское хозяйство, то есть оно самодостаточное или нет? Так вот рассматривался район. Вот, причем в условиях рынка. Сегодня я могу вам сказать, что меняется приоритет рынка, и критерии будут меняться. То есть рынок перестает быть главенствующим, а региональное планирование с ориентацией на минимальный уровень достаточно и минимальной социальной необходимости. Но, скажем так, рынок остается не как регулирующим, а как площадкой, на которой происходят определенные действия. Или это типа того, что, как раньше было, все молились на то, что вот вынес на рынок, и теперь как тут вот я, например, вынес на рынок свои яблоки или сало, например, что еще лучше в зимних условиях, да, холодных, вынес и поставил вот такую цену. Я посмотрел там, ага, так, у этих, так, у этих, так, у этих, так, я поставил свою цену там, ну, я не знаю, там, один доллар килограмм там или три доллара килограмм, и поехали. Это было так. Если угрубненно или грубо говоря, будет таким вот, я пришел уже на рынок, и запланировано, запланировано, чтобы обеспечить вот в нашем городе или в нашем поселке людей сало, что цены будут вот такие, понятно, да, и так далее, и так далее. То есть спланировано, потому что знают сколько, иначе вдруг взяли, всех свиней забили, ну, и что дальше? А не подросло, и появится какой-то период, когда мы все будем сидеть без сала, условно говоря. Поэтому устанавливается от того, как прирост и так далее. Ровно так и будет минимальный, скажем так, уровень достаточности или достаточно столько-то, и минимальный социальный необходимый. Необходимо для того, чтобы поддерживать здоровый организм человеческий, хотя сало не самый лучший показатель, но именно сало является продуктом, который достаточно интересно влияет на организм человека. Я помню, что когда я служил в Советской Армии, вот я играл в против спортивной команде за сборную армии по ручному мячу, нас, начиная с февраля месяца, даже с конца января, специальный паек мы получали сало и чеснок, чтобы содержать себя в конечный зимний период и начало весны, содержать, и мы действительно никогда не болели. И были здоровые пацаны все. То есть, это осали, кстати. Ну вот, и отказ от верховной роли прибыли в оценке результативности. Цель, это не цель нашего вебинара, я это даю для общего, ну, как бы развития тем, кому это интересно. Теперь дальше, значит, что еще сегодня было бы важно нам рассмотреть, дорогие друзья? Так, я уже вам показывал эти, значит, ну, что это такое тут у нас. Почему у нас не меняется? А, это мы как раз и рассматривали. Значит, еще раз, еще раз я бы хотел вам показать нам завершение сегодня, поскольку мы начали с того, что, значит, этап, где мы находимся. Итак, первая фаза завершается, мы выходим на рынок, в 2021 году мы будем крепко стоять, уже все обозначимся. 15-й этап, навряд ли он закончится в 2021 году, потому что мы просто не успеем официально высокоскоростную, но мы знаем, где она сегодня находится, да, мы еще так называемого, условно говоря, еще даже не начали ставить опоры, а их надо все поставить на 25, как минимум, километров. Блокчейн-платформа, это достаточно надежно, сейчас готовится, начинает работу, да, запустилась она в 2020 году, в 2021 году, я надеюсь, что мы скоро услышим об СТО. Вот, пуск платформы, она пущена, условно говоря, но это так называемый тестовый запуск был, вот, и она начнет нам давать бизнес. Я не исключаю, если вы помните схему, что, скорее всего, отсюда смогут поступать первые возможные доходы уже в течение этого и следующего года наиболее. И второй этап, или вторая фаза, это выход на рынок транспортного строительства в период 2021-2022 год, да, и новые технологические проекты 2020-2035 год. Что это за новые? Это целый ряд, сегодня кто смотрел видеоряд, который показывал Олег Сошников, где Анатолий Дарвич рассказывает, это весь спектр технологий, плюс, еще раз повторяю, что то, что делается, мы уже сегодня находимся, ну, я могу там чуть-чуть ошибиться, пятое поколение, пятое поколение технологий, пятое за 7 лет, условно говоря, да, вот, так что здесь новые технологические проекты, являются и новые транспортные средства, новые технологические решения, и впереди у нас очень много, скажем так, открытий, которые будут осуществляться в период строительства первых проектов, потому что освоение технологий строительства, оно идет и на площадках, которые есть в Шаржи и в Мариной Горке, но это не серийное, это так называемое опытное производство, а серийное производство, оно потребует и даст много интересных решений. Это тоже есть новые технологии, технологические проекты, SkyVay технологии. Вот, блокчейн-платформа и выход акций на IPO, вот, это вторая фаза, и она грядет, она будет действовать. Так, дорогие друзья, в Эмиратах фермы еще не ставят на опоры? Нет, дело в том, что, это я говорю о высокоскоростной, о высокоскоростной, пока нет. Опять Газплан. Нет, почему? Почему? Если вы, кто там, Антон, да? Если вы знаете, что такое Газплан, а я работал в Газплане, в учительном центре Газплана, скажем так, и это не Газплан, потому что мы знаем, почему, скажем, государственное планирование у нас, скажем так, привело к тому, что в одном месте не хватало колбасы, или колбасы было много, а ее увозили куда-то и так далее, и так далее. Нет, абсолютно не так. Плановое, то есть механизм планового хозяйствования надо использовать, то есть все приличное надо использовать. Нельзя так сказать, это не пойдет. Нет, все, японцы, японцы давно пользуются плановым хозяйствованием, но несколько иначе, чем Госплан. Антон. Так, вопрос от Надя. Требования, как оформить и подписать, где Надя? Найдете, вы имеете в виду, наверное, наследование. Значит, ну, скажем так, требования к наследованию. Есть описание, что надо сделать, и будет в личном кабинете, я думаю, в ближайшую неделю, наверное. Так, есть еще вопросы? Больше нет вопросов, дорогие друзья. Ну что ж, я вас благодарю за внимание на новой платформе. Я рад был с вами встретиться. Желаю удачного года теперь уже по всем календарям. Правда, впереди есть еще, по-моему, какой-то там Новый год, но традиционный, в хорошем смысле этого слова, в календаре все уже почти настали. Желаю вам, в первую очередь, доброго здоровья, мудрости вам, любите себя, заботьтесь о себе, тогда вы будете о других заботиться, ровно как о себе. Берегите себя, своих близких, строй сковей, и идем дальше. Спасаем планету. Спасибо, дорогие друзья. До следующей встречи.